МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Городская среда». С вами Тимур Туманов. Сегодня будем говорить о культурной жизни города и района. И у меня в гостях новый директор Краеведческого музея Айдар Газизурин. Айдар, мое почтение. Здравствуйте. Вот, кстати говоря, о новых директорах. Вас еще, наверное, можно сказать, можем назвать их односельчанами. Потом уже городская молодежь помнит вообще в двух разных ипостасях. Что вас привело вообще в Краеведческий музей? Это, скорее всего, судьба. Это интересный жизненный путь. То есть я выбрал отрасль культуры. Я отучился в Альметьевском музыкальном колледже имени Фарида Ярулина. Я являюсь магистрантом Казанского государственного института культуры. И я думаю, что мое призвание – это культура все-таки. И когда мне предложили вступить в должность директора Краеведческого музея, я даже долго не думал. Я сразу согласился. И я думаю, сделал я правильный выбор, потому что Краеведческий музей – это отрасль культуры. Это очень солидная организация. Это солидные учреждения нашего города. Это история, это современность и это будущее нашего города. Поэтому для меня это был новый вызов. И я этот вызов принял как новый этап в моей жизни. Он очень интересный. Вот сейчас сложный философский вопрос, наверное, будет. Надо будет порассуждать. То есть, например, не трогая опыт вашего сельского дома культуры, руководства по-будрахмановским, а, например, сферу молодежной политики. То есть, работа в молодежном центре, в структуре УДДМ. Молодежь, все понятно. И тут внезапно Краеведческий музей. Что, наверное, в стереотипе обывателя – это что-то для возрастной категории граждан. Как оно у вас вообще совпало друг с другом? Ну, не считая, конечно, что это лично вам было интересно. Это действительно так. Это философский момент в жизни. И философский, если рассуждать, здесь нужно применить правильную формулу. Я считаю, что Краеведческий музей, еще раз повторюсь, это солидное учреждение. И когда люди думают, что там только пожилой возраст, старшее поколение обитает в Краеведческом музее, это не так. То есть, там очень много интересного, очень много познавательного. И если вот именно как проекты презентовать, представить перед жителями нашего города, я думаю, всем понравится. Вот уже третий месяц, как я работаю, и мы применяем очень много инструментов, очень много интересных таких проектов. И я вижу, как Краеведческий музей становится центром притяжения для всего населения. То есть, это и молодежь, это и дети, это и школьники, дошкольный возраст. И я думаю, это очень прекрасно. Здесь нужно применить, еще раз повторюсь, правильную формулу и настроить вот эту работу. Краеведческий музей на сегодняшний день есть такое понятие, как общественный центр. И мы, работники культуры, мы, работники сферы культуры, должны применить вот эти вот наши знания и креативные вот эти вот индустрии для того, чтобы учреждения культуры стали центром притяжения и общественным центром. Ну, кстати, очень хороший момент. Как вот, например, в современных реалиях их сделать такими? То есть, чтобы народ, что называется, не проходил мимо? Очень много всего представлено. Даже вот мы заходим в магазин, да, и хлеб разный, да. То есть, кто-то покупает зерновой, кто-то покупает белый, кто-то серый, да. И у каждого человека есть свой выбор и право выбрать интересный какой-то вот именно продукт. И здесь, на самом деле, очень тяжело приходится, потому что у нас город очень развитый. Очень много представлено всего, разнообразия, да. Но здесь нужно смотреть таким образом, чтобы люди не просто вот пришли на экскурсию, да. То есть, здесь надо комплексный такой подход, да. Да, это институт гостеприимства в первую очередь. Как мы будем встречать, как мы будем их сопровождать, от этого и зависит, в принципе, эффективность нашего института гостеприимства. Здесь, кроме экскурсии, мы представляем разные жанровые такие продукты. То есть, это и мастер-классы, это и чай пить, да, вот самовар. То есть, дети приходят, школьники, да, школьный возраст, они после познавательной экскурсии, то есть, они изучают историю нашего города, происхождение нашего города. И далее переходим мы такой на лайтовый момент, четвертый зал, да, где, значит, организовано чаепитие, даже пиццу заказываем. То есть, это уже тоже такой комплексный подход, когда детям, если, например, говоришь, вот мы зовем вас в Краеведческий музей, да, как вы говорите, это философски, если рассуждать, в первую очередь, то есть, заинтересовать не получится. А как мы должны заинтересовать? Заинтересовать мы должны теми инструментами, которые им интересны. То есть, например, пицца или какой-то интересный мастер-класс, да. И таким образом они и изучают эту культуру, и им это интересно, интересно становится. Ну и далее, то есть, такой комплексный подход и чаепитие, и мастер-класс, и познавательные какие-то моменты. Все это в комплексе воспринимается. Вот мы просто это как экспериментально применяем, и мы радуемся, что это получается. Вот, кстати говоря, о продуктах и проектах. Я думаю, мы их оставим подробно на вторую часть. Вот сейчас буквально я поделюсь, наверное, своими воспоминаниями, что когда я вообще только начинал работать журналистом, ну и вот в сферу, не так получилось, что я начал именно свою карьеру со сферы искусства, культуры, в общем. И я удивился вообще тому, насколько краеведческий музей, ну так скажем, внедрен в отрасль. То есть, это взаимодействие там практически со всеми учреждениями, это вот, кстати говоря, а идти в народ, да. Ну я как обыватель, естественно, как обыватель, непричастный, думал, что, ну, все еще голубиной почтой общаются, наверное. Ну, краеведческий музей, это что-то должно быть там уже у них. Уже, еще до пандемийные времена, было там прям, и, ну, не со звона в Зуме, да, тогда еще Зум так популярен не было, но что-то какие-то телемосты, они там с кем-то с другими музеями, там, с, ну, то есть, получается, все же районные музеи, это филиалы краеведческие. Да, да, да. С какими-то там, значит, экскурсантами, какими-то школьниками общаются. У всех там 10 тысяч чатов с таким, с родителями такой-то школы, здесь там с таким-то предприятием. И это прям все, ну, меня это, честно говоря, поразило. Сколько сейчас вообще вот действующих проектов есть в краеведческом музее? Больше 10 проектов у нас в краеведческом музее. Это действительно познавательные, крутые проекты, которые помогают раскачать наш краеведческий музей. У нас, кроме нашего музея, филиалы, села Минебаева, Мактама и, конечно же, села Юлхова, Тубян-Абдулдага музей. То есть вот все наши филиалы, наши музеи, они активно принимают участие в повестке именно проектной деятельности. Очень крутое название, да, то есть крутое такое событие в креативном кластере – это проект. То есть когда люди говорят, что в культуре там зарплата очень маленькая, я никогда не соглашусь. То есть в культуре всегда есть деньги, это проектная деятельность. Если работники культуры будут принимать участие, будут писать гранты, то всегда можно заработать деньги. То есть на какое-то мероприятие, на проведение какого-то мероприятия. Это действительно имиджевые составляющие организации. То есть это и архитектура площадки, баннер, это и крутые спикеры, это и брендовая продукция. То есть это очень такое эффективное использование, когда мы все это применяем во благо населения. И поэтому краеведческий музей, он всегда был таким солидным учреждением, где на повестке обсуждаются и краеведение, это и история, это и традиции. То есть системное проведение круглых столов, семинаров. Вот тоже на днях мы в Казани принимали активное участие, очень много писем, очень много приглашений приходит в наш краеведческий музей. Мы всегда стараемся держаться в ритме, принимать участие, повышать образование, совершенствоваться. Это очень важно. И не зная прошлого, у нас не будет настоящего и будущего. Поэтому мы, сохраняя истоки, применяя креативный кластер, только тогда сможем вот эти проекты правильно презентовать. Подробнее о проектах и планах мы поговорим во второй части. Не переключайтесь. Мы вернулись, вот как раз о чем я хотел спросить. Опыт работы в предыдущих структурах, значит, в Эбдрахмановском сельском доме культуры, в молодежном центре, в структуре молодежной политики Минмола, вообще как-то помогает на новом месте? Я благодарен судьбе за жизненный путь. У каждого есть свой путь, и от нас самих зависит, как мы этот путь пройдем. Полученные знания в Абдрахмановском сельском доме культуры, в молодежной политике, это год перерыва такого в молодежной политике. Это действительно большая такая эффективная школа, где я научился работать, где я получил много знаний. И применяя это в работе, это и проекты Бехет Ляльмед, это и проекты Мунгла Абдрахман, которые в Абдрахмановском сельском доме культуры. Я очень благодарен и жителям, и сельчанам, которые поддерживали меня, которые верили в меня. Поэтому действительно Абдрахманово является селом европейского уровня. И я действительно выбрал наш город, я решил остаться в городе, так как у нас созданы все условия заниматься любимым делом. И действительно, те полученные знания на сегодняшний день применяю в работе. Вот, кстати говоря, хорошо вы в первой части затронули тему креативной отрасли и креативного кластера как такового. У нас вообще в городе создано, даже еще до сих пор строятся планы на ее развитие, именно инфраструктуры креативных индустрий. То есть, чтобы все учреждения, организации, маленькие школы, студии были друг с другом связаны. Вот у вас, кстати, хорошая инфраструктура креативных индустрий получилась с музыкальным колледжем в проекте, с проектом «Музыка в музее», потому что студентам до вас буквально через дорогу надо перейти. Через дорогу. Вот, кстати говоря, я же обещал, что мы подробнее поговорим о проектах. Вот давайте я предлагаю с музыки в музее и начать. Это действительно очень такой эффективный проект для нашего музея. Он традиционный, вот уже на протяжении какого-то времени это проходит в стенах краеведческого музея. То есть, это музей, не только мощнейшая такая структура, где проводятся только выставки, экскурсии. Это, конечно же, такое духовное, культурное составляющее, начинка, так скажем. И Альмический музыкальный колледж, даже я вспоминаю свои студенческие годы, когда я там учился. И мы принимали активную участие, действительно, через дорогу, очень близко. И мы ставили там постановки под руководством Марины Владимировны Галкиной. Которые к вам и сейчас приходят. Приходят, да. И этот проект очень уникален тем, что студенты с радостью, именно в стенах краеведческого музея, они показывают свое мастерство. И этот проект, я думаю, должен жить. И очень много всего в рамках этого проекта также проводится. Это и музейный перекресток, это и спектакли, театры в музее. И вот если связать это с креативными индустриями, то в планах еще организовать дискотеку в музее. Это новый вызов на самом деле. И я, например, очень отношусь к этому профессиональным взглядом, что мы действительно сможем еще больше привлечь население. То есть у нас еще проходит проект «Ночь в музее», «Музейные сумерки». То есть это для тех людей, которые, например, работают до 6-7, а музей уже в это время закрыт. То есть мы тем самым открываем двери до 10 вечера, и мы приглашаем наших жителей. То есть тоже интересная программа, проекты, мастер-классы, концертная программа. Это очень людям нравится. Вот декады пожилого человека у нас, 10 дней мероприятий проходили, двери были открыты. На день рождения города мы организовали день открытых дверей, и мы увидели ту динамику, что за один день посетило больше тысячи человек. Это впечатляющая цифра для нашего, грубо говоря, 100 с небольшим, тысячного города. Еще один момент, который как раз связан с юбилеем Альметьевска, это вы просто, вроде как он посвящен был, поправьте меня, если ошибаюсь, юбилеем Альметьевска, но вы не остановились после, собственно говоря, дня рождения. Это проект «Альметьевск. История лица нефтяной столицы». У меня вот, кстати, да я вообще в первый раз о нем услышал, как раз такая ассоциация возникла. Он почти в рифму, очень легко название его запомнить. Ну, положиться быстро в память, даже я запомнил со своей памятью. Вообще, с чего он начался? Ну, кроме того, что, конечно, надо было отметить юбилей города. Вообще, проекты музеи, они традиционные. То есть они уже проводятся на протяжении 10 лет. То есть я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить мощную структуру и мощную эффективную команду нашего краеведческого музея. Действительно, там работают компетентные люди, которые знают, как все это презентовать, как правильно все это представить, как работать с населением, как работать с экспонатами. Они очень бережно относятся ко всему. И действительно, наш город, он исторический. У нас очень много людей, которые не понаслышке уважаемые, которые действительно делают наш город с каждым днем все лучше и лучше. И наша задача была, чтобы мы рассказывали об этих людях, то есть историческую справку, информационную справку. Мы должны рассказывать о людях, которые действительно вносят неоценимый вклад. Я думаю, вот этот проект, он уникален тем, что мы рассказываем о людях. Это действительно гордость для нашего города. Юбилейный год. Мы именно уже с октября месяца начали этот проект презентовать уже очно. То есть если мы на протяжении этого года этот проект проходил онлайн-формате, то есть мы перешли в оффлайн-формат, и мы начали приглашать в музей наших интересных, замечательных людей. И когда они приходят, мы также приглашаем и молодежь, и студентов, и школьников. То есть они видят, они ценят. И вот эта вот сегодняшняя история, и вспоминая прошлое, желает будущему поколению. Это очень прекрасно. О планах на будущее спрашивают все. О планах на прошлое спрашивать как-то не с руки, а вот планы на настоящее есть у вас? Прямо на совсем-совсем-совсем близкую перспективу. Каким должен стать музей? Ну, грубо говоря, я не знаю. Вот каждый день. Каким должен становиться музей? Должен ли он обновляться постоянно? Он должен обновляться постоянно. Вот знаете, вот эти три месяца у нас так насыщенно проходит. То есть мы все погружены в формат изменений в стенах краеведческого музея. Мы каждый день что-то меняем. Мы каждый день что-то именно изучаем, что-то меняем. Какую-то новую выставку, новую экспозицию стараемся представить. Это очень увлекательный, интересный такой путь и очень много планов. Кстати, вопрос был, как скажем, у нас сегодняшнее, сегодняшнее наше интервью. Это такой философский формат. И все вопросы такие философские. И действительно вы попали в точку. Потому что мы, как работники сферы культуры и как работники краеведческого музея, это история. Историю изучаем, презентуем сегодняшнее. И планы, конечно же, на будущее. Планы нам придают энергию, чтобы мы жили дальше, чтобы мы процветали, чтобы мы стремились. И действительно, на 2025 год мы планируем капитальный ремонт краеведческого музея. Мы очень надеемся, что мы попадем в эту программу. Мы в этом году подали на грант благотворительного фонда Татнефти, наш филиал села Минебаева. И действительно хотим, чтобы именно все наши филиалы и наш краеведческий музей, который является центром притяжения, сердцем нашего города, чтобы он был таким привлекательным. Это уже планы. Но сегодняшняя жизнь, это именно применяя, что у нас есть. Вот даже мы летом проводили сабантуй в Баку. И вот эти все конструкции, мебель, вот эта экспозиция вернулась в наш краеведческий музей. И мы вот сейчас гордимся, что в четвертом зале у нас деревянная такая экспозиция, которая побывала в Баку. Это тоже история, это тоже бережное отношение, сохранение. Поэтому спасибо всем жителям. Наши двери краеведческого музея открыты всем. И мы постараемся сделать интересные продукты, интересные креативные моменты. И дискотеку в музее, и мастер-классы в музее, чтобы это было таким интересным пространством. Даже вот в планах еще открыть такой креативный маркет, чтобы вот именно с холла краеведческого музея, наши туристы, которые будут приезжать в наш город, смогли купить сувенирную продукцию, чтобы они гордились и вспоминали наш город. Потому что наш город очень интересный, очень красивый и созданы все условия. И вот этот вот счастливый момент, счастливые мгновения, которые мы дарим частичку нашей души, это действительно проекты, это ценность и это любовь к родному городу. Городская среда – это наше все. Спасибо большое, особенно очень хорошо получилось с городской средой, это наше все. Ну, собственно говоря, что мы еще можем сказать? Держите в курсе. Спасибо большое, что пришли. Огромное спасибо вам, что вы являетесь таким мостом, который знакомит нашу работу с телезрителями. И действительно, совместные наши проекты помогут развивать и усовершенствовать нашу городскую среду, нашего города. Спасибо. Ну, а зрителям мы можем пожелать только следить за анонсами, чтобы не пропустить следующий выпуск передачи. Редактор субтитров А.Семкин